Записываясь в школу кунг-фу, вы попадаете в программу, которую нужно подготовить в течение 6 месяцев и сдать на экзамен, чтобы перейти на второй семестр первого курса обучения. В программу входят различные упражнения, комплексы, парная работа. В месяц занятий студенты смотрят на школу, на преподавателя, на программу. Мастер смотрит на то, достоин ли студент получать данные знания. То есть в данный период вы считаетесь абитуриентом. Через месяц занятий мастер вручает вам черный пояс, если считает, что вы имеете право продолжать обучение. Черный пояс говорит о том, что вы зачислены в школу. И потом начинается изучение программы для защиты черного пояса, для перехода на черный 1. До синего пояса у вас 4 экзамена. 4 семестра, это 2 года обучения, то есть 2 курса. В каждое семестр входят определенные упражнения и комплексы. Комплексы называются коэны. 5 комплексов, соответствующие 5 элементов. Первый комплекс, 5 элементов. Второй комплекс блоков. Третий комплекс, маленькая мысль, первое мышление. Четвертый, 5 зверей. Пятый, детский комплекс. Каждый комплекс относится к какому-то элементу. Сам по себе. Детский комплекс, это земля, потому что он в движении, вращении, перемещении. Комплекс блоков. Комплекс блоков, это металл. Комплекс 5 элементов, это дерево. Комплекс маленькая мысль, вода. И комплекс 5 зверей, огонь. Но каждый семестр соответствует определенному элементу. Первый семестр, это дерево. Второй металл. Третий, вода. Четвертый, огонь. Соответственно, комплексы в этом семестре выполняются этим элементом. Комплексы разбиты на четыре части, каждые. Получается, в первом семестре вы учите первую часть комплекса. Во втором – вторую, в третьем – третьей, четвертой – четвертой. И таким образом, за четыре семестра вы полностью изучаете весь комплекс. Но обращаю внимание, что в каждом семестре комплекс изменяется и усложняется. То есть, если, например, комплекс 5 элементов вы учите в первом периоде первого семестра и его же выполняете в четвертом, то первая часть будет по-другому выполняться, усложняя движение, соответственно, изменяя его. Это связано с тем, что вы демонстрируете в каждом семестре свой элемент комплекса. Получается, что, например, вы берете комплекс 5 элементов и выполняете в первом семестре его как дерево, во втором семестре его как металл, в третьем – как вода, в четвертом – как огонь. И таким образом вы отрабатываете понимание 5 элементов. Но по логике понятно, что в пятом периоде вы выполняете все эти 5 комплексов с землей, объединяя все 4 элемента в один. Одновная задача студентов за 2 курса, 4 семестра – понять, что такое 5 элементов, как они взаимодействуют, как они работают, как двигаться элементами, как дышать, какие органы соответствуют и так далее. Понимание 5 элементов – это и есть кунг-фу, продвинутый уровень, синие пояса, это молодой уже инструктор, уже человек, который может помогать вести занятия. И в этом периоде обучения он может выбрать себе специализацию и совершенствоваться. То есть кроме стандартной программы, которая будет в следующих семестрах, можно факультативно посещать и изучать что-то новенькое, в котором он будет дальше как профессионал совершенствоваться. После пятого курса преподавателем можно стать, можно дальше продолжить обучение как студент. То есть вы бы делаете выбор, закончив 5 семестров, или вы пошли дополнительные курсы, закончили преподаватели и становитесь специалистом, который начинает зарабатывать на жизнь и вести профессиональную деятельность. Или дальше продолжать обучение как студент. Каждый семестр заканчивается экзаменом для перехода на другой семестр обучения. И я буду рад, если вы будете двигаться по программе быстро и не пропускать семестры. Мне очень бы хотелось, чтобы вы соблюдали временную программу, то есть изучали так, как у нас принято, и в назначенное время сдавали экзамен, не пропускали занятия. Тогда будет скорость, и вы приобретете определенные навыки в тот период, в который мы предполагаем. Успехов вам! И, конечно, желаю, чтобы каждый из вас достигнул мастерства своего тела и духа и приобрел определенные знания в кунг-фу и в учим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!